Пролет оказывается высоким для того, чтобы пропускать корабли. Да, мосты разводятся вовсе не для того, чтобы порадовать туристов. Хотя это вызывает, как правило, восторг, внимание, любопытство всех туристов. Но есть здесь чистый логовый функционал. А именно, мосты разводятся именно для того, чтобы пропускать сюда крупные тонашности в ночное время. Есть особая организация, которая занимается содержанием мостов. Называется она «Мостотрест». Введение этой организации находится 437 мостов Петербурга. Это анабильные, пешеходные мосты через реки, каналы, малые мосты пригородов. Каждый мост имеет свою историю, свои особенности, свой неповторимый архитектурный облик. Но среди них особенно выделяются знаменитые, весь мир, разводные мосты через Дуэль. Вот наш сегодняшний маршрут. Он предполагает то, что мы с вами увидим разводку 4 мостов. В первую очередь, Дворцового. Который сейчас мы с вами увидим слева. Затем Троицкого. Который сейчас находится за нашей спиной. Затем еще выше по Неве летели мосты, тоже за нашей спиной. И существенно выше по Неве Большой Охтинский. Рослов имеет конкретный функционал. Который делится на два рукава. Это вот наш с вами случай. Река Нева делится на русло большое, не мы, не мы. В случае с Петербургом, в Тарелково-Сельевского острова, это не только география, а еще и топонимика. Из-за своего яркого архитектурного облика. Авторство которого принадлежит французскому архитектору Тома де Табоно. Который построил здание биржи. Вот сооружение с колоннами. Которое сейчас укрыто строительными лесами. Биржа была не фондовая, а оптовая. Здесь заключались сделки на оптовые партии товаров. И здесь мы также обращаем наше внимание на две симметрично отстоящие колонны. Которые называются растральные. Это латинское слово ростер. В Древнем Риме существовала традиция после морских побед отпиливать носы неприятельских кораблей. И прикреплять их к триумфальным сооружениям. Триумфальным аркам, триумфальным колоннам. В нашем случае растральные колонны также украшены извояниями носов. Но это бронзовое извояние. То есть искусственное. Для горя здесь абсолютно понятно. Прославление России как морской державы. Растральные колонны еще и выполняли функции маяков. И в чашах сожигали огонь. Который указывал путь тем кораблям, которые шли по руслу Малой Невы. И другая растральная колонна указывала путь тем кораблям, которые шли по руслу Малой Невы. Ну и изображение Стрелка Васильевского острова в Малой Невы. Так что мы отходим на денежном знаке Банка России 50 рублей. Так что нам этот облим очень-очень должен быть хорошо знаком. Итак, 1 час 10 минут. И вот в ближайшее время мы с вами будем созерцать разводку самого популярного среди мостов Петербурга дворцово-пятипролетового моста. Получается, что дает старт официальной эксплуатации дворцового моста. Итак, у нас с вами начинается его разводка. Два крыла стремляются в небо. Стырая. Очень плавное зрелище. За счет чего же разводятся мосты? Используется система противовесов. Вот, чтобы себе представить, как все это работает. Давайте вспомним, как выглядит железнодорожный шлагбаум. Длинная разлинованная палка, которая перевешивается грузом, противовесом. Расклинивание противовеса перевешивает вес этой разлинованной палки. Она поднимается, все, можно проезжать. В случае с разводными мостами все примерно то же самое. Но есть важный нюанс. В отличие от железнодорожного шлагбаума, противовес подъемной разводной конструкции моста, пролета моста, он не тяжелее, а несколько легче. Разводного пролета спроектировано это специально. В тот случай про нештатное расклинивание противовеса, ну, в силу какой-нибудь амарийной ситуации или погодных условий, шквальный, штормовой ветер, высокая волна, при расклинивании противовеса мост остается на своем месте. Не произойдет никакой катастрофы, никто никуда не прилетит вверх тормашками, продолжает свое движение автомобили, мотоциклы, ципеды и прочие средства. Движение и общественный транспорт. Тогда возникает вопрос, за счет чего же пролет поднимется. Начинает работать гидравлическая система, которая оказывает избыточное давление, и в итоге под этим давлением противовес начинает опускаться в шафт, так называется шахта, густой мосток, и далее противовес опустится на глубину ниже 2 метров уровня ординара. Ординара называют среднегодовой уровень водоема, в нашем случае и вы. Ну и вот зная об этом принципе, глядя на мост в наведенном состоянии, мы с вами легко можем и выяснить, какая же часть моста будет подниматься, какая же часть будет разводиться. То есть надо оценить, как выглядят устои моста, если мы с вами видят и тонкие устои, то значит там нет никакой шахты. А если вы увидели устои бочковые значёточки битвы, большие, то значит вот там и есть шахта, куда будет опускаться противовес. Разводка моста происходит очень плавно, гладко, без привлечения в считанные секунды. Так что даже не особо верится, что вес такой конструкции очень может быть значительным. в случае с дворцовым мостом вес пролёта около двух тысяч тонн. То есть чуть менее двух тысяч тонн будет весить противовес, и чуть более двух тысяч тонн весит. Разводная пролётная конструкция. Какие-то две минуты мосты не может быть. Мы этим с вами полюбовались, и начинаем теперь движение вверх. Понимаем, как и множество кораблей, которые тут у нас нам составляет компания, что наша с вами целью следующий мост, Троинский мост. Но пока мы с правой стороны не можем не полюбоваться видеть дворцовую набережную и её главного дворца, Зимнего дворца, который строил архитектор Франческо Патомео Астрелли. Идёт радостное верчество Елизавета Петрова. И сегодня Зимний дворец это главное здание одного из самых больших музеев мира государственного эрбитажа. С правой стороны вы с вами педагоги парусники, военные корабли, но особенно эффектно выглядит фрегат Полтава. мачты которого подсвещены. Это точная копия фрегата Петровского времени, которая способна к навигации, дали на левидации. То, что является абсолютно достоверной, точно созданной копией. Вот когда смотришь на разводку мостов, ты даже не можешь не удивиться, как же все вот эти прогулочные корабли, катера, ручные, трамвайчики, при таком большом скоплении как-то не сталкиваются друг с дружкой. Здесь так много, словно светлячков в темном лесу. Ну, можно отсюда увидеть, что и большое количество людей наблюдали за дворцов мостом с набережной. потому что светлое зрелище это необычное, чем-то вполне напоминает колливудский кинематограф всего спецэффекта, только это не спецэффекты, а все естественно, фигтаевого. Наш следующий мост, троицкий мост, время его разводки 1 час и 20 минут. В отличие от дворцового моста, который является непролётным разводным мостом, троицкий мост это однопролётная разводная конструкция. И еще очень важный нюанс, в отличие от дворцового моста, который разводится примерно по серединке, троицкий мост разводится поближе к левому берегу, невы, вот левый берег от нас по правую руку. Почти вплотную находится разводный пролёт вплотную к берегу. Его местоположение связано с тем, что именно сюда уходит фарватер. То есть водный проход является достаточно для прохода судов крупной тонажности, с большей высадкой. Понятно, что раз русло фарватера уходит сюда, то значит там нужно мост и отрывать. Троицкий мост очень эффектная работа архитектора Шагуоля, Фиоляра, а французский не надо. Здесь проста троицкий мост даже называли парижской красавицей. при восстановительстве победителем курса является проектная дробь Густава Эфеля, который нам с вами известен как автор Эфелевой башни в Париже. Наверное, на французский манерте его надо правильно произносить Эфель. он автор проекта, но достраивать мост будет совсем другая французская компания под теми игры. Но это часто происходило, что побеждает в проекте одна компания завершает работать совсем другая другая. Сам по себе троицкое рост это 10-ти пролетные сооружения и однопролетная подъемная конструкция. И вот сейчас мы с вами посмотрим на 13 часов то видим как мы с вами развод и троицкого места то что привлекает внимание не только нас а всех других которые все это стали уновенными устройствами и стараются запечатлеть сей момент. Мост построен стилистикой Семени модерн. Весьма популярный архитектурный стиль конца 19-го начала 20-го столетия открывается он окончательно в 1903-го год. Общая длина доста 580 метров приблизительно ширина доста 23 метра тоже серьезная ширина он цельно с партой и крепит стали железобетонным строением чугунное украшение дожилов очень красивое бюджурное невозможно не обратить внимание на такие фонари кальшеры кстати вот с правой стороны поднимающегося пролетом тоже стоят простры и выкрашенные носами кораблей на верхушке в углова логовую герм российской империи он сейчас просто кричат на обнимется зафиксируется слышать 20 моментов естественно стоит тоже запечатлеться фотографировать сфотографироваться на фоне троицкого у нас там название получило от того что тянется он в сторону троицкого площади 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 с левостью нашего движения по сути дела это самая первая площадь Петербурга Петербурга как города замечательно Петербург возникнет как левость та самая Петропаравская с левость нашего движения первая площадь будет подле крепости там будут построены первые деревянные гостиные гор здание коллеги то есть здание министерства здание поселок селепешки на троицком точке будет зачетаться первые фразы города но не докторую затем задумать поместей центр на бассейн с островом в итоге подъем центр окажется на береге где возникнет дворцовая площадь землян горец где поделится Невский проспект с троицким мостом связана легенда которая утверждает что знаменитый летчик-испетатель Валерий Чакалов желает покрыть сердце своей возлюбленной по профессии учительниц полетает на самолетик под троицким мостом полетом очень красивая можно даже по нашим представлениям вполне соответствует характеру отважного летчика и испытателя но несмотря на терзость такого полета этот факт не выдерживает краевки достоверности изучение личного тела Чакалова не обнаруживает такого эпизода в его биографии что легенда же утверждает что еще за это он был посажен вокруг лахту да и вряд ли был излюбленным человеком по достоинству бы оцелил и такое излишнее в качестве а на этом же тогда в 1902 году сняли фильм Валерий Чакалов кто полный по словам классика для нас важнейшим его искусством является нано а вас кинает искусство то здесь возможны различные покушения то почему бы вот этот легенду было не запечатлеть и в итоге на съемках достаточного количества дублей пролетает под Троицкий мостом целых шесть раз причем пролетая последний раз все сомлеты коснется колесами поверхности воды вот так вот такого подвига не было но пришлось его осуществить надо сказать что в эти дни Троицкий мост отличает особая иллюминация 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 искрится сияет это именно у нас в честь праздника так что пользуйтесь возможность пребываться праздник закончится иллюминация Троицкого иллюминация в северной части пересекает Пулковский меридиан что такое Пулковский меридиан это меридиан который в Российской империи был признан за нулевой из-за Пулковской обсерватории которая находилась на Пулковских высотах вообще каждая страна желала бы чтобы у нее был собственный меридиан Париже был Парижский меридиан вот Пулковский ну в итоге в какой-то момент понятно что надо стало договариваться в итоге теперь все исчисляют все от Гринвича итак Троицкий мост второй по счету за которым мы с вами понаблюдали с правой стороны нашего движения мы с вами видим решетку летнего сада которую Анна Андреевна Ахматова называла прекраснейшей из оград есть даже легенда что английский путешественник прибыв попадя в Санкт-Петербург пройдя по акватории небы увидев решетку летнего сада воскресается я здесь уже повидал все даже нет никакой необходимости сходить на берег говоря современным языком зачекинется сам продолжать путешествие легенда красиво вряд ли путешественник поле англичанин отказался бы пройтись по улице петербургом решетка это работа архитектора юрия фельдтена который был одним из предварных архитекторов ее императорского величества елизавета елизавета петербургом петербургом ну а прежде чем мы с вами будем подходить к третьему по счету мосту литейному мосту куда мы еще у нас будет подходить к доблестному крейсеру первого ранга крейсеру аврора который стоит в том месте где из небы выпадает ее приток невка то есть это уже не совсем Нева а не другой водоем невка при этом делится на малую среднюю и большую невки но все равно эти три невки стремляются в сторону финского залива Балтийского моря справа же от нас на нас с вами смотрит Кутузовская набережная которая получила название от того что здесь в одном из особняков проживал наш выдающийся военачальник Михаил Иларионович Кутузов герой войны восемнадцатого года спаситель Отечества победитель над Наполеоном скончавшийся правда до завершения полной военной кампании в изограниченном погоде в 1813 году но в 1812 он добивается полного изгнания наполеоновской армии с территории Российской империи исключительно русские вступают в Париж в 1814 году любопытно то что Кутузовская набережная до поры до времени называлась французской набережной название связано с тем что здесь находилось здание французского консульства а вот такое весьма величественное здание с левой стороны нашего движения здание советской эпохи является всего то на всего жилым домом называется адмиральский дом потому что здесь были квартиры у тех кто занимал видное положение на флоте но в общем то здесь проживали и необычные граждане и до сих пор проживают вполне обычные граждане не обязательно какие-то там люди сверхвысокого достатка соседствует с адмиральским домом здание которое своей архитектурой очень напоминает строение Петровской эпохи то есть начало восемнадцатого столетия но вообще-то это здание не Петровской эпохи это начало двадцатого столетия это стилизация под Петровскую эпоху архитектор Николай Васильев вот создает это здание которое должно было быть ремесленным училищем вот именно чтобы напомнить нам о Петровской эпохе след который вы знаете затерялся потому что в Петербурге несмотря на то что главная фигура здесь это фигура так мало строений именно Петровской эпохи их буквально можно пересчесть по пальцам двух рук в основном это строение середины восемнадцатого конца восемнадцатого столетия и девятнадцатого века вот Петровские строения они находятся в таком подавляющем меньшинстве но тем любопытнее взглянуть вот на такую стилизацию ремесленное училище в двадцатом столетии уступит место Нахимовскому училищу но это специализированное заведение для молодых людей которые планируют сделать карьеру на флоте и вот очень удачным считается местоположение Авроры возле здания Нахимовского училища и здесь в том месте где Невка выпадает из Невы с тем чтобы своими рукавами стремиться в сторону финского залива доблестный крейсер Балтийского флота первого ранга крейсер Аврора ну это очень любопытный артефакт крейсер Аврора было спущено на воду в 1900 году это корабль класса Диана название Аврора было выбрано императором Николаем вторым по своему личному выбору из пяти предложенных названий и крейсер Аврора ожидает удивительная биография крейсер это вообще такой тип корабля задача которого нанести кинжальную атаку а затем уйти от ответной атаки и быть способным довольно долго курсировать в море вот отсюда его название крейсер крейсер Аврора будет принимать участие в русско-японской войне 1904 1905 годов в страшной страшном цусимском сражении когда вторая тихо-японская эскадра под командами Рожественского движется на помощь порт Артуру но помощь оказывается запоздалой порт Артур уже будет к тому времени сдан а японский адмирал Тога устроит настоящую засаду и в итоге цисимское сражение окажется не столько сражением сколько побоищем большое количество кораблей будет потеряно но вот крейсер Аврора уцелеет потеряет своего капитана но зато в сохранности вернется в Кронштадтский порт крейсер Аврора будет принимать участие в первой мировой войне пушки крейсера Аврора будут защищать Ленинград во время Великой Отечественной войны а пантросы будут стоять насмерть на Дзерговских высотах почти все полегли так что это настоящий корабль герой однако же у нас крейсер Аврора вызывает ассоциации в первую очередь с событиями Октябрьского переворота 1917 года по легенде пушечный выстрел который был произведен с носовой части крейсера это пушка системы Густаво Канеша седьмого орудия вот холостой выстрел оказался сигналом для штурма Зимнего дворца большевиками здесь вот мы с вами должны быть осторожны в оценках но крейсер Аврора тем не менее оказался символом Великой Октябрьской социалистической революции в 1948 году было принято решение поставить его на вечную стоянку с тем чтобы он оказался кораблем музеем и сегодня является важнейшей достопримечательностью Санкт-Петербурга пользуется эта достопримечательность по вашему вниманию можно приобретать билет и послушать экскурсию где экскурсовод расскажет о подлинных подвигах крейсера Аврора и как бы где-то осторожничать с легендарными подвигами ну например такой настоящий подвиг является еще и факт таков что корпус крейсера Аврора будет сознательно потоплен во время Великой Отечественной войны чтобы преграждать фарватер для неприятельских судов ну крейсер Аврора будет изображена на юбилейных советских рублях на соответствующих наградах ну и мы с вами с самых детских лет очень хорошо помним песню с музыкой Шаинского и бессмертными словами дремлет притихший северный город хмурое небо над головой что тебе снится крейсер Аврора в час когда утро встает над него ну наверняка крейсер Авроры снится облик этих вот удивительных мостов то что мы с вами видим сейчас с правой стороны нашего движения Троицкий мост который встал на дыбы являет собой такую новую высоту которая вроде бы только что не была теперь она появилась и вот сейчас мы с вами будем готовиться к тому чтобы посмотреть на момент разводки еще одного моста который равно как и Троицкий тоже является однопролетные подъемные конструкции и точно так же этот пролет будет подниматься поближе к левому берегу Невы где и проходит фарватер понемногу тем понемногу другим то есть это 19-е столетие мост этот принадлежит авторству инженеров Струве и Вильгрубе то есть это уже явно не французы и также работа архитектора Юрия Синицы мост протяженностью почти 400 метров ширина моста 34 то есть побольше Троицкого моста и вообще его пролет который сейчас будет подниматься он существенно длиннее дело в том что при строительстве литейного моста использовалась особая облегченная марка стали что и позволило мост создать более протяженным название литейного моста связано с тем что тянется он от литейной слободы в сторону выборской стороны литейная слобода это левый берег Невы выборская сторона правый берег для нас это наоборот левый берег справа а правый берег для нас слева потому что мы с вами идем вверх по течению Невы литейный мост своего рода мост рекордсмен потому что в том самом месте где разводится мост и проходит фарватер река Нева достигает своей максимальной глубины 24 метра это очень много для естественного русла Невы здесь никакой земснаряд не поработал совершенно легко суда крупной тоннажности здесь проходят река Нева вообще широка глубока полноводном она связывает Ладожское озеро с Финским заливом Балтийского моря и издревле была частью торгового пути который назывался торговый путь из варяг в греки варягами называют скандинавов греками называли тогда византийцев или еще торговый путь из варяг в арабы но именно этот торговый путь ведь оказался коллубелем нашей с вами цивилизации согласно повести временных лет в девятом веке нашей эры славянские племена которые назывались по-разному Чуть Водь Кривичи Веничи Вятичи Северяне Поляне и так далее начинают ощущать собственную идентичность объединяясь они создадут государство условно называемое Древняя Русь и так вот мы с вами сейчас придрейфовываем клетейному мосту строительство которого было очень непростым именно вот связано это было с глубиной Невы 24 метра но реки покрыты глубоким слоем пилистой глины и вот для того чтобы создать пустоев поклянулась купить в дно большое количество плотно перемыкающих друг к другу сваи на достаточную глубину так что образовались кисоды ну кисоды называются по разной конструкции чем-то напоминают ящики это напоминает чем-то окружный ящик вот откуда была откачана вода и дальше могли быть осуществляться строительные работы так что на 19-е столетие летельный мост оказался одним из самых современных инженерных сооружений еще очень важный нюанс летельный мост оказался первым в мире мостом который был освещен дугой накаливания это изобретение Павла Ладыкина в отличие от лампочки накаливания которые изобрел его коллега Александр Ладыкин Павел Яблочков изобрел дугу накаливания а его коллега Александр Ладыкин изобрел лампочку накаливания она является источником очень мощного света используется для прожекторов, но у нас в Дуганокалевании проводящий материал не является одной краном, а в Дуганокалевании проводящим материалом были два угольных стержня, источник очень яркого света, и сегодня в Дуганокалевании используются для освещения цехов, очень больших пространств. Собретение нашего талантливого изобретателя. С Литейным мостом связана еще одна настоящая катастрофа. В 2020 году с опорой Литейного моста столкнулся сухогруз Каунас, который вез металлопрокат. После столкновения судно накренилось, пошло к дну носом вниз, и судоходство на Неве было прервано почти на неделю. Лишь после извлечения рубки сухогруза навигация была восстановлена. С левой стороны нашего движения мы с вами минуем здание Финляндского вокзала. Название говорящие, это значит, что это железнодорожная станция, железнодорожный путь в сторону Финляндии, в сторону Хельсинки. Напротив этого современного, имеется ввиду 60-е годы 20-го столетия, здание можно различить скульптуру. Это вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин, который скарабкался на броневик. Это нам напоминает о событиях 1917 года, когда после февральской буржуазной революции все оппоненты царского режима получили свободу и были теперь освобождены от разного рода преследований. И вот Владимир Ильич Ленин, а также целый ряд его соратников, которые проживали в Швейцарии, получает дозволение от германского правительства в опломбированном поезде проследовать по территории Финляндии в сторону Стокгольма, в сторону Швеции. Ну почему нужно было получать разрешение от германского правительства? Потому что Россия воюет против Германии. Поезд прорывает в Стокгольм. Есть фотографии, которые изображают там Владимира Ильича Ленина, который выглядит как настоящий буржуа в шляпе с тросточками, прогуливается по улицам Стокгольма. Затем из Стокгольма он направляется в Хельсинки. И там принципиально меняет свой имидж. Теперь на голове у него рабочая кепка, рабочее пальто. Он садится в железнодорожный состав, который следует из Хельсинки в Петроград. А вот именно так тогда называется Петербург. Переименование связано именно с антигерманскими настроениями в связи с началом Первой мировой войны. Владимир Ильич прибывает на Финляндский вокзал. Даже не знает чего ему ожидать. Он даже морально готов к аресту. Но его встречает радостная толпа. Приветствует ее. Поют Марсельезу, хотя Ильич поморщился. Сказал, вот лучше бы, конечно, спели «Интернационал». Затем отправляется в штаб-квартиру большевиков, которая расположилась в особняке Матильды Феликсовны Кшесинской. Где 3 апреля 1917 года он провозглашает, что недоволен завоеваниями февральской революции. Революция должна быть пролетарской. Рабочих и крестьян. Это называется апрельскими тезисами. Сейчас с левой стороны нашего движения мы с вами минуем комплекс зданий красного кирпича, который является бы не что иное, как бывшая тюрьма предварительного заключения кресты. Название этого СИЗО связано с тем, что архитектор Антоний Томишко, это архитектор 19-го столетия, строит два корпуса, которые по форме напоминают два креста. Между ними была построена тюрьмная церковь, которая была освящена в имя Александра Невского. И в итоге тюрьма кресты прекрасно прослужит и в царское время, и в советское время, и даже довольно длительный период постсоветского времени. Но ныне в пригородном городе Колпино построена новая современная тюрьма кресты. Среди тоже два корпуса имеют форму крестов. И сейчас все подследственные отправляются в Колпино. А этот исторический комплекс пустует. То есть попасть туда невозможно с экскурсией, потому что все еще объект режимный, но вовсю ведутся разные дебаты, дискуссии, как же можно этот комплекс знаний использовать. И вот даже высказывается мысль, чего бы не использовать это в качестве гостиничного комплекса. Представьте себе гостиничный комплекс кресты. Наверняка будет пользоваться спросом среди бывших постояльцев тюрьмы кресты, таких как антибиотик и прочие герои криминального мира, которые будут снимать самые эфирные номера, оставлять огромные чаевые в ресторанах, вспоминать свои былые подвиги, смотреть, чего они добились. Владимир, по словам, наверное, идея хороша. А с левой стороны нашего движения мы также с вами проследовали мимо завода «Арсенал». Это металлургический завод, который был основан самим Петром Первым. Занимался он, в общем-то, выполнением заказов оборонного назначения. Отливались ядра, столовые орудия, блафеты. Одно из старейших предприятий Петербурга продолжает свою работу и поныне. Мы же с вами движемся в сторону нашего последнего моста, по ходу нашего маршрута, Большого Охтинского моста, который также имеет вид другой подзаголовок «Мост Петра Великого». Этот мост находится существенно выше по ней, так что у нас тут с вами довольно значительный проход вверх по течению. Мы с вами уже явно обращаем внимание на то, что река Нева здесь совершает большой поворот, становится шире, и именно такой поворот образует песчаную косу, которая находится справа от нас. Так что в народе этот райончик именовался «Пески». Кипы выпался как следует от души. Знатным украшением района пески является Смольный собор. Вот именно из-за поворота Невы мы с вами его можем очень долго созерцать. Вот он сейчас у нас на 14 часов. Крайний эффект нам он смотрится в ночном уличном освещении, возвышаясь на высоту 87 метров. Название «Смольный» связано с тем, что здесь в песках первоначально стоял «Смольный гор». Важное предприятие, ведь смола – это необходимый продукт для кораблестроения, смоления, канадов и так далее. Смольному двору придется потесниться, потому что ее императорское величество Елизавета Петровна замыслит в возрасте 60 лет выйти в отставку и стать настоятельницей монастыря. Поэтому ее архитектор Франческо Борталуна Урастреля будет строить здесь монастырь для ее императорского величества, но не достроен, потому что Елизавета Петровна скончалась, не достигнув 60-летия, и жизнь благочестия не закончит. А затем недостроенный монастырь в царстве Екатерины II будет превращен в учебное заведение под названием «Смольный институт благородных дебильств». Вы, конечно, слышали это название. Слева от нас мы с вами минуем особняк усадьбу канцлера Кушлева Безбородика. Вот сейчас усадьба находится в реставрации, а так вообще она знаменита тем, что здесь в ограде установлены 39 львов, которые держат в пасти цепь, которая является оградой. Как это выглядит? Давайте вспоминать с вами кинокомедию советского итальянского производства режиссера Эльдара Рязанова, «Приключения итальянцев в России». Когда они заняты поиском любовь, то поиски их приводят в том числе к ограде дачи, усадьбе Пушлева Безбородика. И кто-то из героев не удерживается от восклицания, что в этом городе львов больше, чем людей. Ну, львов в Санкт-Петербурге действительно предостаточно, в том числе и живых тоже, да, согласно этому фильму. Вот там есть один опытный момент, когда возле сфинксов Андрея Беронова, герой Андрея Беронова, там с опаской, находится возле льва, прячась на постаменте от сфинксов. Он говорит, так, ты куда пошел? Он неправильно пошел, он в зоопарк в той стороне, а на самом деле льв идет в правильном направлении, он именно идет в сторону зоопарка. Движение, оно является очень важной для истории Санкт-Петербурга, потому что здесь в него впадает река Охта. Название финно-угорское, переводится как медвежья река, но у финнов вообще в почете были животные названия. Вот именно здесь, вместо падения реки Охта в него, стояла шведская крепость Ниеншанс. Именно эту крепость Петербург 1 берет 1 мая 1703 года. Крепость бастионного типа. Вокруг нее находился шведский город Ниен. Город очень перспективный, активно занимавшийся торговлей. Известно даже из документов, что среди специальностей, особых ремесленных специальностей, там проживал даже настройщик пианино. Это явное свидетельство того, что город не маленький. Вот после взятия крепости Петр I примет судьбоносное решение. Ниже по небе, в куда более удачном стратегическом местоположении, на маленьком заячьем острове, который смотрит на стрелку Васильевского острова, заложить новую крепость, которая получит именно голландский манер Петербург. То, что станет платформой, фундаментом для строительства нового города. То, что затем станет новой столицей России, Санкт-Петербург. городом новым, который будет выполнять роль манифеста Петровских реформ и, по сути дела, окажется его самым главным удачным проектом. Местность, где находилась крепость Нинжанс, любопытна тем, что в советское время стоял здесь себе завод, это назывался Петрзавод. Но, когда у нас наступает новое время, то владельцем этой территории оказывается корпорация «Газпром», которая планирует на этом месте построить небоскреб высотой более 400 метров. Строительство такого сооружения вызвало массовый протест как-никак прямо напротив исторической части Санкт-Петербурга. Вот Смольный собор здесь возвышается. И надо сказать, что массовый протест он как бы не дошел, как бы особо отливка среди газпромов, газпромовских руководителей. Однако во время проекта изыскательной работы вдруг обнаружилось, что фундамент шведской крепости Нинжанс пребывает в очень различном состоянии. То есть он является собой важную археологическую ценность. А это получается, что ну как бы взять и время начать что-нибудь строить о месте в Колизее. Так что временно этот проект приостановлен. Что делать с этим пространством? Пока еще, наверное, сам «Газпром» не понимает. Тем временем за пределами практически горской черты является новый небоскреб который получает название «Лахт-центр». То есть «Охта-центр» не построили, построили «Лахта-центр». Потому что стоит его муниципального образования «Лахта-Олькина». Но это здание, как много из вас видели, действительно, сейчас высотный доминант Петербурга, высота здания 462 метра, что является самым высоким сооружением всей Европы. Ну и наш сегодня с вами четвертый по счету мост, Большой Охтинский мост, который соединяет центральный район Петербурга с Красногвардейским районом или Большой Охтой. Это трехпролетное сооружение. Боковые пролеты перекрыты арочными фермами. Обычно фермы гораздо чаще используются для железнодорожного строительства. Здесь у нас пролетное строение с ездой по низу. Мост этот строится начием 20-го столетия, завершается строительством в 1911 году. Его автором является инженер Кривошейген. Этот мост, конечно, заметно отличается от всех других мостов, которые мы с вами все зрели, так как мы сейчас дадим все внимание на момент его разводки. Крылья появляются уградительных башенок. Эти башенки включены и это не является частью какого-то механизма. Башенки попадают только романтического галитарного мостов. Так что даже время сравнивать с Таурским мостом в Лондоне сравнивать чисто формально из-за того, что есть у места два башенки, две башенки. Но они, конечно, очень-очень изящные. Со строительством Большого Крыльского моста связана легенда. Утверждается, что при строительстве моста где-то была запрятана большая, крупная золотая заклепка. Сверх она была покрыта серой краской. Так что у кладоискателей возможно есть шанс обнаружить такую золотую заклепку. Но здесь нам пожелать удачи кладоискателям, потому что известно, что при строительстве Большого Крыльского моста потребовалось около двухсот тысяч заклепок. Какая из них золотая? Поди, найди. Правда, периодически я наблюдаю, что кто-то, кто переходит по Большого Крыльского мосту, нет, кто попытается соскоблить серую краску с головки заклепки. Справа от нас как раз место впадения реки Охта в Неву, и вот именно здесь находилась шведская крепость Ниеншанс, которую первую берёт в 1703 году. Он вообще, наверное, даже предполагал, что эту крепость оставить, и пусть она будет теперь русской крепостью переименовать, перестроить, но затем понимает, что все-таки гораздо удачнее будет, если крепость находится поближе к Финскому заливу. Вот место было выговорено очень-очень удачно. Крепость на Заячьем острове контролирует фарватер, проход по руслу Малой Невы и Большой Невы, чтобы всё было как у Александра Сергеевича Пушкина. «Пушки с пристали палят, кораблю пристать вилят». Итак, наш теплоход развернулся и начинает своё движение вниз по Неве. Вот здесь нам стремительное течение Невы уже помогает, и корабль существенно увеличивает свою скорость. Все, кто в должной мере пребывался разводки мостов с верхней палубы, конечно, теперь могут спрятаться на закрытой палубе, погреться, может быть, что-нибудь приобрести в баре. Вот примерно 15 минут времени нам остаётся до прибытия к причалу Зимняя Канавка, где теплоход будет пришвартовываться, и далее мы до сих пор до сих пор до сих пор всего. И до сих пор